Как огородить Казахстан от влияния нетрадиционных религиозных течений? Кто должен обучать молодежь религиозной грамотности? Обсуждали в Аккорде. Нурсултан Зарбаев провел совещание с представителями Духовного управления мусульман. Длинные бороды и короткие брюки не соответствуют традициям не нашему народу. Об этом заявил президент и рассказал, каким должен быть истинный мусульманин. Елена Шрабер записала наставление. Вопросам религии президент уделяет особое внимание, потому в Аккорду прибыли представители Духовного управления мусульман. Президент говорил о роли религии сегодня и о регулировании религиозных отношений со стороны государства. Недавно я опубликовал статью о необходимости модернизации сознания, сохранения, а также насыщения при этом нашего исторического и духовного богатства. Патриотизм, любовь к родине, стабильность внутри страны и в регионе – это наше будущее. Для этого мы должны работать все вместе. Всем известно, что Казахстан обладает большой территорией, природными богатствами и ресурсами. Есть те, кто смотрит на все это с завистью. В первую очередь, это те, кто желают нам зла, пытаются вызвать разногласия в обществе. Одним из способов повлиять на нас извне является внедрение чуждой для нашего народа религиозных учений. В последнее время наблюдается такая тенденция. Мы должны бороться с проявлениями, представляющими опасность для нашей государственности. В этой связи перед вами стоят большие задачи. Задачи стоят конкретные и перед каждым имамом. Их в стране почти 4000. Многие прошли курсы повышения религиозной грамотности. Но, как подчеркнул президент, и этого сегодня недостаточно. Страна нуждается в специалистах, которые смогут грамотно и правильно разъяснять основы течения традиционного ислама. Ведь из-за непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи одевают черную одежду во время траура. Мы должны хранить нашу религию вместе с нашими традициями. Если молодежь будет следовать наставлениям чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее. Нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата. Это интересы всего народа Казахстана и его будущего. Но не только о религиозной грамотности зашла речь в аккорде. Президент также говорил о патриотическом воспитании, прививать которое нужно с детства. В ответ представители Духовного управления мусульман доложили о проделанной работе и заверили, в Казахстане исповедует традиционный ханафитский масхаб. Мы приняли документ, который называется «Традиционный путь развития ислама в Казахстане». Говоря о традиционном исламе, могут быть разные мнения. Однако этот путь ханафи-масхаб – традиционный путь ислама в Казахстане. Его придерживались наши отцы и прадеды. Это дошло до нас и до наших детей. Это единство страны, масхаб, благодаря которому сохранилась солидарность народа. И для того, чтобы донести его до наших потомков, мы приняли этот документ. Мы ездили в сёла, где проводили разъяснительную работу, рассказывая о традиционных ценностях. Но в ответ получали неприятие, непонимание. Значит, пропаганда традиционных ценностей, традиций даст нашему народу иммунитет. На сегодня, благодаря образовательной программе СРПН, очень много молодёжи приезжает в Северный Казахстан. Эти ребята едут в основном из южных регионов – Шымкента, Казларды, регионов, где очень сильны национальные традиции и исконная наша вера – вера предков. Поэтому мы высказываем пожелание, чтобы эти ребята не уезжали после учёбы обратно к себе домой, а оставались здесь, обучали правильным ценностям и знаниям. В завершении глава государства рассказал, что отличает истинного мусульманина. «Истинный мусульманин не познаётся по одежде. Его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера. Мы должны двигаться навстречу цивилизованному миру, открывать для себя науку и знания. Вплоть до 18-19 веков мусульманский мир был лидером во всём мире. Он был источником науки, родиной философов, врачей и писателей. Сейчас мы утратили лидирующие позиции в этих вопросах. Сегодня наши граждане получают различную информацию посредством интернета. Таким же образом они получают доступ к проповедям нетрадиционных течений. Для этого используются различные методы и технологии. Нам также необходимо использовать информационные технологии в борьбе с ними. В случае необходимости государство готово поддержать думку». По словам президента, чувство патриотизма должно быть у каждого казахстанца. Потому Нурсултан Назарбаев попросил имамов в своих проповедях обратить внимание именно на тему любви к родине. Елена Шрайбер, Хасейн Умаркулов, Алмаз Маргалиев. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Астана.